Итак, всем доброе утро, всем привет! Мы традиционно продолжаем нашу уродь в 10.00. Все, ничего не пропускаем. Тора, самое главное, ничего не пропускаем. На пару минут можно опоздать, но не пропускать. Все, давайте, кто с нами, тот с нами. Кто не с нами, тот против нас. Была такая поговорка, видите, как мозг работает? Какая-то непонятная поговорка, которую я услышал в детстве в спортинтернате, да? И она у меня на всю жизнь засела на жестком действии. Кто не с нами, тот против нас. Но это же не правда. Кто не с нами, тот может быть не с нами просто. Но не против нас. Тони Кауфман, боже комиссар, всем привет! Я вернулся в Тиев. Вернулся в Тиев, значит, на некоторое время. Следующую неделю, с божьей помощью, буду в Москве. В Москве проводить тренинг тренеров, профессиональный оратор и профессиональный бизнес-тренер. Это сейчас для меня главное направление. Готовить профессиональных тренеров, ораторов, экспертов, коучей. То есть я решил сфокусироваться, сосредоточиться на том, чтобы готовить людей, которые обучают других людей. Это очень важно. Это прямо если будут профессионалы в обучении, то люди начнут очень быстро развиваться. И религиозные евреи у меня получают ститку 80%. Только нужно, чтобы вы соблюдали шаббат. Те, кто соблюдают шаббат, религиозные евреи, для меня, значит, такая у меня заповедь мефца. То есть усиливать людей, соблюдающих Тору. Это как Бог мне дает, я людям даю. И, значит, так что, если вы соблюдающие религиозные евреи и хотите, опять же, усилить свое влияние на мир, то welcome 80% ститка на все мои тренинговые программы. Хорошо. Значит, двигаемся дальше. Вова Симоненко с нами. Доброе утро. Все, можно продолжать. Итак, сегодня у нас восьмая бишня в Твертьевод. В первой главе, значит, предыдущие два мудреца Иуда Бен Та... Предыдущие два мудреца Иушо Бен Прах и Эвани Таир были, поделились с нами своей глубочайшей мудростью. Одна в плюс. Асс, сделай себе рава, купи себе друга и суди каждого с хорошей стороны. Второй установил предохранитель, что отдались от плохого соседа, не присоединяйся к злодею и не отчаивайся от расплаты. То есть, они как бы в паре работали, да, дали нам очень цельный такой, прямо цельный набор правил от Бога, как взаимодействовать с людьми. И теперь, значит, следующая пара сегодня, да, всем шалом, кто тоже так же, как я, чуть-чуть опоздал. Значит, следующая пара сегодня это Иуда Бен Табай и Шимон Бен Шатах. Значит, они уже были, возглавляли следующее поколение. У них была очень тяжелая судьба про Иуда Бен Табая или про Шимон Бен Шатах. Рассказывается в Талмуде очень интересная одна история. Я сейчас вам просто расскажу, чтобы понятно, в какое они жили время. Значит, в то время было очень сильно развито колдовство. Колдовство, магия, вот эта вся черная магия, черное колдовство. То есть, люди, знаете как, не было, например, больниц, больничных касс, врачей особо. Это было там больше двух тысяч лет назад. И когда человек заболевал, он сразу понимал, что это что-то с неба на него накатило. И он, значит, куда обращаться. Если ты к Богу обращаешься, так ты должен добрые дела, молиться, учить Тору, заповеди, ограничения. Понятно, что нет садика, который бы не грешил, а большинство людей, они просто делают очень много действий, которых можно назвать грехов. Поэтому они шли к колдунам и колдуням для того, чтобы, значит, быстро решить свои вопросы. Это знаете как, когда, вот, например, пример, сейчас выборы, да, проиграла там Порошенко его, ну, окружение проиграли эти выборы. Но если бы они пошли, жили в то время, они бы пошли к колдунам, заплатили бы деньги. И эти колдуны начали бы колдовать на, там, на команду Зеленского, они бы на них там насылали порчи, проклятия и так далее. И были знающие люди, они умели это делать. В общем, во времена Шиман бен Шатаха очень сильно увеличилась в Израиле вот эта вся черная история. И он со своими учениками решил их, их решил, как бы, как сказать, решил их закрыть, назовем это так. Значит, по Тори, в Тори написано Махашфа Лотихье, то есть, колдунья не будет жить. И Фтора прям прямым текстом запретила обращаться ко всем вот этим вызывающим мертвым. Ну, вся магия, все колдовство запрещено. Теперь дальше. И он узнал, что будет съезд колдуний, съезд колдуний. Он собрал своих учеников и решил поехать. А в основном женщины почему-то занимаются колдовством. То есть, и в то время, и сейчас, вот эти все там ясновидящие там и так далее. То есть, есть многие из них аферисты, но есть. И все-таки те, которые владеют какими-то вот этими черными знаниями. И, значит, он поехал и решил поехать на съезд этих колдуний. Они собрались в одной, в одной, они собрались там в пещере в какой-то, да. Их было 70. Он взял 70 своих учеников. И они положили сухие талиты в кувшины. А на улице был ливен, дождь такой, прям грозы, прям молнии. Они взяли в глиняные кувшины, написано, сухие талиты. Талиты это такие накидки, жерстные. И, значит, пошли туда. Пошли они туда, пришли. И он им делает... А, он туда заходит, Шимон Бен Шатаха, не спрашивает, это что, тоже колдун? Он говорит, да. Они говорят, докажи. Он говорит, закрывайте глаза. Сейчас, значит, хлопнем... Сейчас я сделаю колдовство. И сюда зайдут 70 молодых юношей. Значит, они, колдуни, такие, о, типа, вот это интересная история. Давай. Значит, он такой абра-кадабра. А абра-кадабра, кстати, выражение известное, которым пользуются колдуны. Это из кабалы. Слова абра-кадабра переводится... Абра-эбарэ, глагол бара-это сотворение из ничего. Это первый глагол, который Берешит вначале. Бара сотворил Элоким, всесильный. Это шамаем небеса, вэта арать и землю. Это первый отрывок в Торе. Глагол бара-это сотворил из ничего. Из ничего сотворил реальность. Это был первый акт творения, который Бог сотворил вселенную. Вот это вот то, что ученые описывают, там, Большой Взрыв, например. Вот это вот бара сотворил из ничего сотворил. Так абра-это я сотворю, переводится. Глагол в будущем времени. Абра-кадабра. Ледабер-это говорить. Абра сотворю. Кадабра, как скажу. Это акт творения. То есть Бог говорил, и будет день, и сотворял мир. А вот эти, которые владеют кабалой, они знают каким-то образом, как создавать новые вещи с помощью своего разговора. То есть, в принципе, все, что в мире есть, оно создано с помощью разговора, мыслей, слов. Человек вначале думает, потом говорит себе, я могу. Потом объясняет кому-то, просит у кого-то деньги. То есть, в принципе, весь этот мир создается словами. В общем, Шимон Бен Шатак зашел в эту пещеру, говорит абра-кадабра, хлопает в ладоши, и появляются 70 юношей из ливня, а они в сухой одежде. А у них, оказывается, просто в горшочках были сухие эти, сухие талиты. Заходят они в эту пещеру, и каждый юноша, написано, подходит к одной колдуне, к этой. И, значит, он хлопает второй раз в ладоши, они их поднимают из земли. А почему-то там было написано, что колдуне, когда их отрываешь от земли, они не могут колдовать. На счет 2 они их подняли, на счет 3 они их убили. Вот такая вот история. Так раньше было очень четко, жестко и быстро. И вот я просто, чтобы было понятно, кто такие следующая пара мудрецов. Это Иуда бен Табай и Шиман бен Шатах получили Тору от предыдущих поколений. Они знали всю Тору, как работает мир, они все знали. И они сказали следующие вещи. Сегодня мы изучаем, значит, Мишну, которую сказал Иуда бен Табай. Он сказал так. Что будут они в твоих глазах, как удостоившиеся. Им тиблу алейм это дин. Если они приняли на себя, дин это закон. Закон Торы. Значит, в принципе, в принципе, можно сказать, что они, эта Мишна обращается не к обычному человеку, а к судье, к которому приходят люди на суд. Но мы с вами все судьи. Каждый человек судит всех других людей, судит себя. То есть, вот этот внутренний диалог, он процентов на, думаю, 50 состоит из того, что мы все время судим. А вот Зеленский молодец. Типа это мы его судим молодец. А вот там Порошенко не молодец. Вот мы его судим не молодец. А потом приговор. Да, пускай Зеленскому там во всем везет, например. Это как бы приговор. А Порошенко его посадить надо в тюрьму. Это тоже приговор. То есть, каждый человек, он все время кого-то судит. Теперь, как он кого-то судит? Он судит кого-то несправедливо. Надо всегда понимать, что мы все судим других предвзято. Что значит предвзято? Очень субъективно. За каждой оценкой кого-то стоит желание, чтобы мир двигался по-моему. То есть, каждый как бы себя представляет хозяином мира. И каждый пытается мир двигать в своем направлении. Типа, я знаю, куда двигать мир. Я знаю, каким должен быть президент. Я знаю, как надо делать то. Я знаю, какая должна быть погода. Так человек утром просыпается и оценивает погоду. Судит погоду. Да, сегодня плохая погода. Да, погода не очень. Что такое? А что значит не очень? Она такая, какая есть. Как ты можешь судить погоду? Погоду Бог сделал, да? И вот человек все время находится в статусе судьбы, судьи. Даже если ему не дали этот статус официально. И может быть даже и хорошо, что ему не дали этот статус официально. Потому что есть люди, которые все время всех критикуют, которые всем недовольны, которые там, знаете как, есть анекдот такой, что очень легко стать наркоманом и проституткой. Как? Достаточно просто утром не поздороваться с бабушками возле подъезда. Все. А и другое его продолжение, что одна бабушка, она сто раз сказала на всех наркоманам и проститутке и ушла попить чай. То есть, она вперед как бы сказала. Значит, есть такие люди, которые судят других и себя очень-очень с негативной стороны. Такие люди называются как письмисты, они называются критики, зануды, ну и так далее. Есть люди, которые всех судят с позитивной стороны. То, что нам в предыдущем Мишне посоветовали. Судить каждого человека, включая себя, или Кавсхуд, с хорошей стороны. Эти люди называются оптимисты, хорошие, добрые люди, там и так далее. Теперь говорит нам Иуда бен Табай. Альта, Асет, Смехак и Архея Даним. Кто такие Архея Даним? Архея Даним, эти адвокаты, они как бы, к нему приходишь, нанимаешь его и говоришь, вы знаете, я убил пять человек, мне нужно, чтобы меня оправдали. Он говорит, хорошо, ну а чё ж нет. Или там два человека судятся, один другому говорит, два человека судятся. И в суде, они обращаются к суде, каждый рассказывает, что он прав, судья должен вынести решение. И у каждого из них есть адвокат, которому не важно, кто прав. Адвокату заплатили деньги для того, чтобы оправдать своего клиента и сделать виноватым клиента второго. То есть у него нет понятия правды, его оно не интересует вообще. Его не интересует только одна вещь, за деньги сделать кого-то виноватым или прав. Даже если это убийца, переубийца, и он, значит, там, не важно сколько, что он сделал. Адвокат за деньги будет его оправдывать, или адвокат за деньги будет его обвинять. Теперь, значит, сказал нам Шимон Бен Шатах, не будьте как адвокаты. Не будьте как адвокаты, то есть не будьте людьми, которые ради личностного интереса искажают истину, искажают правду, которые гнут, как бы, линию в свою сторону. Не будьте такими. И когда будут люди, судящиеся, стоять перед тобой, пусть будут они в твоих глазах, как злодеи. То есть есть известная история, как был один раввин, и в этом городе было два очень таких уважаемых человека, и он был рав города. Эти люди, которые, они были оба верующие, оба соблюдающие, но они были бизнесмены, и у них возник какой-то бизнес-спор. И они пришли к нему решать бизнес свой, спор какой-то, в раввинский суд, это был великий раввин, не помню сейчас, как его фамилия была. И они его знали много лет, это был очень-очень такой спокойный человек. И тут, значит, они приходят к нему на суд, а он вот так вот прямо закрыл голову талитом, и на них не смотрит. И им кричит, встать, типа встать. Они такие, вообще его не узнали, а они ему говорят, рэбэ, что случилось, что с вами? Он молчает, там, все. И он, значит, прямо очень плохо к ним относился. Потом, значит, они ему рассказали, каждое свое видение, очень удивленное. Он говорит, по Торе, значит, ты прав, ты виноват, все, никаких разговоров. Принимаете суд? Они говорят, да, 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 конечно, все принимаем, если вы, ну, вы такой день, и вы знаете всю Тору, все. Ну, а что вы на нас кричали? Он, а он снимает талит, значит, с глаз. И говорит, ой, вы знаете, говорит, извините, конечно, я не хотел вам там ничего сделать плохого. Но, говорит, в Торе просто есть две вещи. Первая вещь, это нельзя смотреть на злодея. Когда ты смотришь на злодея, на лицо злодея, то это лицо, как бы, с тем поведешься, от того и наберешься. Лицо, оно отражение души. И когда ты смотришь на отражение души злодея, то ты с ним, как бы, впитываешь его в свою душу. И нельзя это делать. Он говорит, поэтому я никогда не смотрю в лицо злодеев. И они говорят, а мы же не злодеи. Он говорит, сказал Шимон бен Шатах, не делай себя адвокатом. И когда будут болейди ним, те, кто судятся, омдим ли фанеха стоять перед тобой, пусть будут в твоих глазах, как злодеи. Если человек судится, махлотит, вот махлотит, это спор, ссора, вражда. Это все идет не как Бог. Бог это Эхад, Ашем Эхад. Эхад это один. Бог это Аава, любовь. Аава числовое значение тоже такое же, как у один. Эхад это 13 числовое значение. И слово Аава, любовь, это тоже 13. То есть там, где есть соединение, там, где есть шалом. Шалом это шлемут, это цельность. И Бог, Он единственный, кто обладает вот этой вот цельностью. И вот там, где есть шалом, там, где есть любовь, там, где есть Ашем Эхад, единство, там, там есть божественное. Там, где есть махлотит, спор, разделение, энтропия, гниение, распадание на части и так далее. И естественно, что махлотит, спор, война, конфликт, это все, это все сила, которая разрывает единство. Она, там, там божественное теряется. И поэтому, когда будут болеть и ним, стоять перед тобой, когда будут люди, которые ссорятся, стоят перед тобой, сказал нам Шимон Бен Шатах, пусть будут в твоих глазах, как злодеи. Они не злодеи. Они в этот момент разгоняют силы зла. То есть, когда идет конфликт, война, там, и так далее, что это принесло? Например, вот сейчас эта ситуация между, там, Россией, Украиной. 10 тысяч убитых, людей, которые хотели бы жить, мирные граждане. За что они убиты? Они, там, дети, старики, женщины. Кому они что плохое сделали? Никому. Конфликт, он неизбежно несет за собой зло. Просто зло. Теперь, значит, что из этого следует? И он сказал, что, когда они стоят перед тобой и судятся, Шию Бенеха Керри Шаим, оба, как злодеи, тогда они должны быть равны перед тобой, да? Тогда ты сможешь их судить честно. Потому что, если ты их судишь нечестно, одного думаешь, что он злодей, а второй думаешь изначально, что он праведник, а в этом деле они могли как раз поступить строго наоборот. И так как ты изначально несправедливо судишь, то ты становишься как адвокат. А от этого Шимон Беншатак нас предостерегал. Вот если они судятся, то они оба как злодеи, одинаково. Расскажу анекдот, как судились два человека в суде, и один хотел выиграть у другого, второй хотел выиграть у него, и один из них своего адвоката спрашивает, говорит, слушай, ну мы должны у него выиграть. Тот говорит, ну я предпринимаю все усилия, но уже не знаю, что делать. Этот его спрашивает, а скажи, говорит, а если суде дать взятку, давай судье дадим взятку. Адвокат говорит, ну было бы отлично, но не этому. Этот судья, он единственный тут в этом суде, честный судья, он взятки не берет. Наоборот, если будет дать взятку, он там вообще еще хуже будет. Этот говорит, да, говорит, редко, конечно, но такое тоже бывает, что судья не берут взятки в коррупционных странах. Но говорит, ладно, хорошо, спасибо за информацию. Все-таки ты меня натолкнул на одну хорошую идею. Значит, на следующий день суд, судья, орет на второго подсудимого, на его адвоката, прямо он на них орет вообще, и выносит решение в пользу вот этой стороны. Тут, значит, они выходят, и адвокат говорит, смотрите, он как-то очень странно себя вел, судья, был полностью на нашей стороне, непонятно. А этот ему говорит, а это потому, что я ему дал взятку. Тот говорит, не может быть, он не берет взяток, что вы мне рассказываете. Он говорит, думать надо. Я ему дал взятку, но подложил к этой взятке визитную карточку второго адвоката, второй стороны. Понятно, да? И он из-за этого злился на них, и их это собрал. Понятно, да, как работает? Значит, все, давайте еще раз подведем итог. Первое. Не искажай реальность ради взятки, ради своего желания. Не будь как адвокат. Как адвокаты, которые искажают реальность. Ради денег. Теперь второе. Когда будут люди судящиеся стоять перед того, пусть будут в твоих глазах оба, как злодеи, то есть старайся исправить зло и их помирить. То есть есть очень важное. Делать шалом, делать мир. Это очень важно. Мы дальше к этому придем, там будет у нас пертевод. Но если ты сам оказываешься в этом положении, то лучше не судиться. Лучше не судиться, не ругаться, потому что идут эти самые, идут, знаете, как всегда щепки летят и все. Любой скандал, конфликт, ссора, это вред страшный от этого всего. Значит, второе. Когда люди судятся, они как злодеи. Третье. И когда они уходят от тебя, пусть будут в твоих глазах снова как удостоившиеся. Не таи зло, не сохраняй зло. Если они приняли на себя закон Торы, когда человек, он может сделать любое преступление, но если он осознал, понял, сделал шву, исправился, то есть раскаялся, и он хочет исправить, и принял на себя закон Торы, он снова становится праведником. Даже Бог его не судит. Поэтому вот три главных вещи, которые сегодня я хотел вам сказать. Все. Желаю всем хорошего дня. Напишите, пожалуйста, свои выводы. Поделитесь уроком Торы с теми людьми, которых вы хотите приблизить к Богу, исправить. И есть там ссылочка на перевод главы. Пожалуйста, вы эту главу тоже еще раз почитайте. Для того, чтобы Тору запоминать, ее нужно несколько раз повторять и обучать других. Все. Удачи, успехов. Всем хорошего дня. Напишите, пожалуйста, свои выводы. Обязательно напишите в комментариях свои выводы. Все. Удачи. Всем прекрасного дня. Счастливо.